Коллеги, всем привет! Всем привет! С вами Дмитрий Каждан. Я наконец-таки записываю обзор на расческе GGL Professional. И свое первое видео я хочу начать с расчески, которая, собственно, нужна для базовых коротких стрижек, для вообще, в принципе, всех стрижек, да, потому что эта расческа, собственно, универсальна, значит, с нее. И, собственно, я хочу начать свое видео. Значит, вот такая оборотная сторона данной упаковки. Упаковка довольно-таки приятная, как вы видите, в таком дорогом черном цвете. Все довольно-таки очень даже симпатично. Значит, как вы видите, здесь у нас логотип компании, здесь у нас ее обозначение и запатентованная фишечка зубцов данной расчески. Значит, представлены они, как вы видите, в двух цветовых решениях. Вот такой вот красивый красный, а я, как вы знаете, очень люблю красный цвет, и вот такой вот белый цвет. Значит, данные расчески у нас, как вы видите, имеют длину 18 сантиметров, а если быть точнее, 178 миллиметров. Значит, здесь у нас запатентованная система, значит, такого вот рифленого зубца, как вы видите, да, то есть данные зубцы позволяют нам делать прекрасные вычесы, чтобы цеплять волос хорошо, чтобы у нас было хорошее качественное натяжение. Это их разработанная фишка, также вот такой вот необычный зуб для более четкого разделения, что тоже, собственно, запатентованное у них. Значит, дальше у нас здесь, как вы видите, Jereo Professional логотип прессуется, обозначение G30, и почему-то здесь еще циферка 1. Не знаю, конечно, что она означает, и какой-то расшифровки у меня нет. Довольно-таки тонкий обушок, как вы видите, поэтому вы можете прекрасно делать тушевку этой расческой именно ножницами, вот, и тем более, что данная расческа, она универсальна, поэтому вполне себе подойдет, как и для мужских стрижек, и для женских стрижек, но я бы ей бы давал особое предпочтение, то есть, если вы мастер, который любит делать, в основном, более точные формы, то эта расческа вам как раз-таки подойдет в работу. Значит, по поводу гибкости, сразу говорю, достаточно гибкая расческа, я ее сильно не буду гнуть, потому что, знаете, мне они достались в тест, и, соответственно, если я их сломаю, то мне придется за это просто оплатить. Да, действительно гибкая, поэтому, если вы преподаватель, и вам нужно показывать, что вы простригли, то, опять же, можно гнуть спокойно ее и, собственно, рассказывать, ведя семинар, используя данную расческу. Значит, как я вам говорил, что здесь у нас практически 18 сантиметров, и могу вам сказать, что в плане держания в руке и вообще ее легкости, она достаточно легкая. Ну, там порядка 10 грамм она, собственно, весит, для кого это очень важно. Вообще, конечно же, данные расчески в такой длине, как вы знаете, я много что изучал про расчески, да, для меня 18 сантиметровые расчески, как я говорил, они все-таки универсальные, и они больше всего подходят про более точные формы. Конечно, она подходит под все, под текстурированные формы, под все, но, как бы, я, скажем, отвожу эту расческу и эту, саму длину этих расчесок, 18 сантиметров, именно под точность, потому что все-таки, чем меньше расческа, тем ты делаешь свою работу тоньше, более, скажем, изящней, чтобы она была безупречна, поэтому 18 сантиметров, это вот именно про точность, но это как по мне, то есть, чем длиннее расческа, тем, соответственно, расческа подходит больше всего для создания более длинных стрижек. Значит, здесь у нас, опять же, как я помню из описания к данной расческе, что у нас специальное покрытие, чтобы расческа у вас не выскальзывала из рук, что, в принципе, тоже довольно-таки очень хорошее, правильное решение, ну, и, опять же, самая их запатентованная фишечка, это то, что вот у них вот эти рифленые зубцы, как вы видите, да, которые позволяют нам делать прекрасный вычес, а это действительно так, я уже тестировал расческу, и она действительно хорошо держит волос, особенно на длинных волосах, то есть, сцеп действительно хороший, вот, ну, по сравнению, опять же, смотря, кто с чем сравнивает, да, но вот эта запатентованная вещь, она действительно работает и действительно хорошо держит волос. Самое главное, что я хочу отметить, что данная расческа, опять же, выдерживает температуру 240 градусов, то есть, достаточно хороший показатель для данной расчески, поэтому, если вам нужно, например, вы используете расчески с утюгом, вы можете спокойно утюг или плойку положить на расческу, и, соответственно, расческа у вас не расплавится, на мой взгляд, это тоже очень классная штука, чтобы не ложить расческу на стол или на тележку, то есть, вы можете утюг спокойно положить на расческу, и, тем самым, защитить свое рабочее покрытие, и не останется никаких пятен, ожогов, потому что многие мастера кидают, собственно, свои утюжки или плойки на стол, и потом остаются пятна. Вот, чтобы таких не было пятен, ожогов, кидайте, значит, свои расчески просто на стол, и поверх нее кидайте утюг или, там, нагревательный прибор, и у вас, собственно, не будет никаких пятен. Вот такие вот расчески от GRL, базовая расческа, 18 см, как я говорил ранее, как по мне, так это больше всего для точных стрижек, но, опять же, она, по большей части, конечно же, универсальна, как для мужских, так и женских стрижек, поэтому, друзья, как вам данные расчески, может быть, вы уже ими пользуетесь, может быть, вам данные расчески уже какую-то пользу, возможно, принесли, то есть, поделитесь одним словом в комментариях, как вообще данный бренд вам в работе, а я, собственно, буду читать и анализировать. На этом, в принципе, все, что я хотел вам сказать, не забывайте на меня подписываться, смотреть рекомендованные видео, но на этом, в принципе, все. С вами был Дмитрий Каждан. Пока!